Работники нашего предприятия в основном городские жители, но у большинства из нас есть, может быть, небольшие, но дачи. Скажите, можем ли мы рассчитывать после ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию на государственную программу по электрификации садовых товариществ? Это станет таким подспорьем и возможностью для многих из нас, может быть, со временем, но все-таки уйти от городской суеты и перебраться жить за город. Спасибо. Будучи в Полоцке, я начал свое общение со специалистами по ЖКХ. Мы встречались с того, что пандемия, вот она всем показала, что такое село, что такое деревня. Мы к концу этого года планируем принять решение, чтобы брошенные дома, особенно усадьбы, людям отдать, продать по дешевке, пусть они там занимают на хуторах, в агрогородках, еще где-то по клочку земли, пусть они строят там свои домики, а где-то старый дом кто-то купит, восстановит и так далее. Это будет поощряться. Пандемия нас многому научила, и мы в этом плане будем действовать. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле, поэтому в этом направлении будем действовать. А что касается электроэнергии, ну вот тут я их называю альтернативщики, идут во власть, они предлагают атомную станцию закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю, дурней не придумаешь. Будем стараться, будем делать все для того, чтобы своя станция работала. Принято решение о поддержке тех, кто будет на электричестве отапливать, воду греть и пищу приготавливать. Мы взяли курс на электромобили, надо переходить на электрический транспорт. Мы автобусы, троллейбусы и прочее все переводим на электрический транспорт. Поэтому нужна будет электроэнергия, особенно для людей.